Всем привет! После выхода моего учебного ролика о том, как не попасть в катапульту, у некоторых возникли сомнения в правильности действий и в ситуации. Давайте сейчас посмотрим на следующий видеоролик. Я его специально нашел, где попадание в катапульту специально не смотивировано, не искусственно как-то подведено, это реальный пример из жизни обычного виндсерфера, когда он чувствует, что он сейчас улетит в катапульту, и разберем детально все действия, которые предпринимаются, чтобы не улететь в катапульту. Включаем ролик. Естественно, я здесь не улетаю в катапульту. В этот момент вот сейчас дерг, меня дернуло, и вы видите, что я не упал. Вот, все произошло буквально за полсекунды. Отмотаем еще раз, оп-оп, дернулось. Вроде бы ничего страшного, но реально, если бы я ничего не предпринял, в этом случае я бы точно упал. Посмотрим, как происходит катапульта. Иду, руки согнуты, все хорошо, и вдруг вот в этот момент меня начинает тянуть. Парус наклоняется на 10 градусов вперед, и нос сразу начинает притапливаться. Меня тянет в катапульту, я это резко понимаю, реагирую, приподнимая заднюю ногу, вы видите, то есть меня уже утянуло, и я не стою на задней ноге полностью, она в воздухе. Меня начинает утягивать, и мои следующие действия. Чтобы не упасть, я резко открываю парус, видите, задняя рука распрямилась, соответственно, передняя обязательно должна согнуться, иначе вы просто не откроете никак парус, и не выпрямите переднюю ногу. Прекрасно видно, что трапеционный кончик остается в натяжении, в этот момент, когда я открыл парус, то есть никакого прослабления в парусе не происходит. Я открыл парус, сбросил лишний ветер, возвращаю тело на место, чуть-чуть отвис назад, восстановил свою позицию, вернул парус и снова закрыл. Буквально считанные градусы открытия паруса произошло, видите, да, раз, через считанные секунды, даже не секунды, а миллисекунды, я снова принял свое положение тела и повис в трапеции, продолжая движение. Вот. Вся задача в том, чтобы вы вовремя заметили этот надвигающийся порыв и быстро среагировали на него. Ветер в этих условиях у меня был крайне рваный, я половину времени стоял, половину глиссировал, используя редчайшие порывы, и иногда, конечно, поддергивало. Это еще раз доказывает о том, что не обязательно улетать в катапольту, а достаточно сделать всего два-три простых движения, и очень важно, чтобы это было вовремя. Вот. Абсолютно те же самые движения надо совершать даже во время глиссирования, стоя в петлях. В петлях даже, я бы сказал, еще проще удержаться, потому что в петле вы можете поставить ногу и зацепиться за заднюю петлю, тем самым еще добавив усилия возвратить ваше тело назад в корму, чтобы оно не улетело вперед. То есть в петлях, в принципе, гораздо-гораздо проще удержаться. Главное вовремя скинуть вот этот лишний ветер и вернуть в нормальное положение парус и доску. Всем большое спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok